Доброго вечера! Я Самвел, украинский армянин. Рады вас, витаты, из Киева. Бары в дзес, бары реко. Ну что, друзья, от предыдущих эфиров, от Арестовича и до Белоруссии. Кстати, у Алексея Арестовича несколько кровей, и в том числе есть белорусская кровь. Он на какой-то процент белорус. Я сказал, что он двойной и тройной агент, а может быть он агент белорусский. Ну, доброе, это в качестве шутки, в качестве юмора я говорю. Друзья, двое суток, практически двое суток прошло с того самого удара ракетой Х-22. В многоквартирный жилой дом, в мирных граждан. И на сегодняшний день около 40 человек уже погибшие. Вы знаете, что людей достают из-под завалов. Это, конечно, трагичная очень ситуация. И светлая память тем, кто погиб. В этом городе, в Днепре, живет мой брат со своей семьей. И они никуда не уехали, они находятся там. Они живут в частном доме. Но семья и его родная сестра, моя двоюродная сестренка, да, со своей дочкой, моя тетя. Вот их семья, получается. Нам удалось их уговорить. Ну, там одни женщины. Нам удалось их уговорить. Я даже специально для этого приезжал в Днепр. Я ездил на сутки во Львов по личным делам. А потом со Львова я приехал в Днепр. И мы уговаривали при воздушных тревогах, по видеосвязи, ну, в личном общении. И видеосвязь родственники из Америки, из Денвера. У нас там дядя живет, дядя, тетя, две сестренки. Вот я отсюда, личным присутствием. Они оттуда по видеосвязи уговаривали тетю, сестру и ее дочку для того, чтобы они уехали. Вот, и они сейчас находятся в Германии. Таким образом, в Днепре у нас две большие армяно-украинские семьи, да, живут. И Днепр нам однозначно не чужой город. Во-первых, потому что это Украина. Во-вторых, потому что Днепр это город, в общем, герой и знаменитый город, да, в Украине. Хороший герой. Это город, в котором нашего друга, товарища, крестного были на свадьбе, приезжали в Днепр. И все вот эти свадебные мероприятия происходили на набережной. И от Днепра всегда только-только прекрасные впечатления. Единственное, что в Днепре мне не нравилось, это то, что большое количество предприятий мне казалось, что в те времена, 20 лет назад, да, в те времена мне казалось, что город немножко серый, в нем не хватает больше радости и так далее. И, кстати, кто не в курсе, в городе Днепр есть район, Кайдаки называется. В нем живет огромное количество армян. Ну, вот прям такое целое поселение. Вот, допустим, если вы приедете в Лос-Анджелес, да, американский Лос-Анджелес, под Лос-Анджелесом есть город Глайндейл. И вот этот Глайндейл, в нем живут только армяне. И вот в городе Днепр, в районе Кайдаки, живет очень большое количество армян. Ну, это так, небольшая ремарка. Поэтому город Днепр мы знаем не понаслышке. Город Днепр мы любим. И трагедия, которая там произошла, она, конечно, беспрецедентна. И Путин, и его военное командование, и, в общем, весь российский народ однозначно ответит за это. На сегодняшний день, как известно уже, что все участники этой массивной ракетной атаки, 44 человека военнослужащих, да, российских, установлены их личности. И установлены их личности. Меня поразил, знаете, один факт. Ну, я в жизни многое видел, многое знаю, вроде как, да, не мальчик, знаете. Но помню вчера, когда вообще ситуация, вся эта ситуация в Днепре, этот удар, и то, что людей столько погибло, не в первый раз же это происходит, да, за эту войну, за 9 лет, столько погибших. И столько трагедий в этой войне, и в Киеве, и в Мариуполе один чего стоит, да, Буча, Ирпень, ну, вы знаете, перечислять не буду. Вот, но хочу вам сказать, что последние вот эти два дня Днепр на меня как-то очень сильно повлиял. Возможно, потому что как-то давно не было такого количества мирных жителей погибших, да, но, с другой стороны, ты думаешь о том, что мирные жители каждый Божий день погибают на востоке нашей страны. В Херсоне погибают, да, в общем, везде, где расисты бомбят нас, обстреливают со своих С-300, С-400 и так далее, везде мирные люди погибают каждый Божий день. И вы знаете, у меня есть отдельное видео по поводу вопроса безопасности, насколько важно, в тот самый день я записал, и до этого я регулярно говорил, насколько важно, когда воздушная тревога, обязательно бежать в подвал, в бомбоубежище, в метро, если оно есть рядом, да, спрятаться максимально. Сегодня вы понимаете, что вот по ситуации в Днепре, по этому дому очевидно, что многие люди перемещаются в коридор, да, потому что действует правило, нужно находиться за две, за три стенки от вероятного удара, да, от внешней стороны. Вот, но вчера ситуация в Днепре показала о том, что и этого, безусловно, никак не достаточно, это только как временная мера, и вот если ночью ты не успеваешь побежать, или это если стремительная атака, ведь когда объявляют воздушную тревогу, у нас есть не менее 20 минут, а в некоторых случаях до полутора, до двух часов, в зависимости откуда летят ракеты. Но в этот раз вы знаете, я в предыдущем видео рассказывал, как у меня началось мое утро, и в этот раз вы знаете, что, допустим, когда начали бомбить Киев около шести утра, а я уже был проснувший, да, проснулся на полчаса, за полчаса раньше перед бомбежкой, непонятно почему. Вот, я уже рассказывал в предыдущем видео, посмотрите. Вот, и у нас не сработала воздушная тревога, и не сразу стало понятно. Я думал о том, что, возможно, раз не пишут, не объявляют воздушную тревогу, не пишут, что это, возможно, это какая-то газовая станция взорвалась, да, которая заправляет газом, допустим, и так далее. Ну, у меня такие первые мысли были. И потом мы узнали о том, что это, конечно, массовые ракетные удары, причем по баллистической траектории. Я хочу отдельно коснуться этой темы, то, что касается, вы знаете, что Киев то утро стреляли с близкого расстояния, с границы с Украиной, да, и стреляли из С-400, это модернизированная система, земля-земля, да. И почему ее не видит наша ПВО, потому что смысл этой установки, она стреляет по баллистической системе. Если, допустим, обычная ракета летит, ну, примерно, прямо, условно говоря, обходя там преграды, да, на пути, то баллистическая, баллистические ракеты и система вот эта С-300, С-400, вот С-400 стреляет на 230 километров, то они, баллистическая система С-400, выполняют полет следующим образом. Она набирает высоту вертикально вверх на много-много километров, и в результате оттуда, да, меня, как это правильно сказать,